Здравствуйте! Вот хотелось бы понять, когда чиновники на протяжении долгих лет не решают проблему по существу, когда им в суде даже доказали, что они неправы, и когда они демонстрируют при этом систематическую неспособность выполнять взятые на себя обязательства по срокам и постоянно их сдвигают, вот это как надо расценивать и не следует ли тогда проводить уже полноценную проверку в департаменте имущества Самары по определению профпригодности лиц, отвечающих за переселение из аварийного фонда? Вот на примере этого же седьмого дома по Белгородской в поселке Толевой. Вот как грамотно оцените, как грамотно чиновники самоустранились от обязательств по переселению граждан, которые в суде, напомню, доказали, что переезжать туда, куда их пытались силком запихнуть наши чиновники, незаконно. И вот из года в год потом одни отписки. Нам ежегодно слали письма, что до конца вот следующего года нас переселят. В 11-12, в позапрошлом году, в 15-го году. Последнее уведомление мы получили в 16-м году, что мы будем выселены до 30.06.2017 года. Ага, переселят, если будут выделены дополнительные деньги, это следует из официальных ответов. А вот будут ли деньги, кто из какой радости их вдруг выделит? Ну, мы же понимаем, да, что никто из чиновников чесаться на этот счет не будет. Ну, это же уже проблема жильцов аварийных домов, коли не согласны на Озерный, ну и тухните в своих развалюхах. В департаменте имущество, видимо, считает, что это все нормально. Ну, люди же остаются в рамках этой самой программы, но в рамках этой программы для них есть только один вариант – Озерный. Ну, то есть тот вариант, который судом доказано, что не подходит, и только вот этот вариант один – ну, переезжать туда. Замкнутый круг, в котором формально чиновники все-таки от претензий на другое жилье могут уже отмахнуться. Оно ж не в рамках программы, по которой для них закреплены квартиры, напомню, только в Озерном. Больше ни на что люди претендовать в рамках программы не могут. Но вот если они так упираются в эту программу и добровольно не ищут другие варианты, я и рекомендовал обратившимся ко мне все-таки не ждать фиг пойми чего, а добиваться через прокуратуру и суд, чтобы чиновников обязали работать уже не в рамках этой программы, а просто по факту необходимости решать вопрос. Эти деньги федеральные, то есть на ЖКХ, вот это самопереселение, по фонду ЖКХ переселению, они же приходят непосредственно. Нет, они пришли, они... Так они квартиру-то купили, она просто вас не устроила. Но квартира-то куплена, деньги-то потрачены, труд всего денег нет. Но они же предложили жилье хуже наше. Да это понятно, но деньги-то потрачены на это жилье. Это уже неэффективное, нецелевое там расходование бюджетных средств. Но те деньги, которые по этой программе были присланы, они потратили вот на такое жилье. Не на нормальное, а вот на вот это вот халабуду. И соответственно вы от халабуды отказались, а у них денег других нет. Ну пусть они и продадут, и дадут мне деньги. Пускай, а кому она нужна? Ну люди тоже не дураки. Подожди, тогда же предлагали. Понимаете, это нет, это в этом формате, это нецелевое, неэффективное расходование бюджетных средств на полную помойку, где невозможно жить. Все. Вот чиновников надо привлекать за это, но вам опять от этого не легче. Предложив вам жилье, которое пускай вас не устроило, но они же предложили, они выполнили. У них сейчас нет юридических обязательств в случае вашего отказа, причем обоснованного отказа. У них нет юридических обязательств вам предлагать что-то другое. У них вот написано же в текстовке, что что-то другое может быть, если будут выделены деньги на целевое приобретение. То есть, а будут ли эти деньги, кто их должен, на каких основаниях выделять, а если не будет денег, то что? Вот этого всего нет, и поэтому, как бы, вроде бы они ничего и не должны. Поэтому выход у вас только один. Подавать в суд об обязании как раз в выделении целевых денег на целевое приобретение конкретного жилья, которое вас будет устраивать по качеству. Сейчас вам надо именно давить на то, чтобы у них были юридические обязательства не сидеть синим и ждать в небо погоды, а действовать, поскольку вы отстояли свое право не переезжать, по суду отстояли, не переезжать в предлагаемый ими вариант, то, соответственно, тогда вы должны их обязать уже работать и действовать, чтобы они вам предлагали другие варианты. Сейчас у них этого обязательства по суду нет. Сейчас у них есть вот возможность сидеть и что-то ждать. Но это ждать можно годами. Но это ваши проблемы. А у них-то что меняется? Видите, мэры меняются, губернаторы меняются. Они сидят и ждут. У них ничего плохого в жизни от этого не будет. Это ваши проблемы в их логике. Их надо заставить. Сейчас они могут это сделать в добровольном порядке, но они этого не будут делать. И это не нарушение. Это не нарушение. Поэтому я вам и говорю, вам надо заставить их работать по этой системе через суд.